Жительница Самары Лидия Бубнова не понаслышке знает, кто такие мошенники. Женщину не раз пытались обмануть. Однажды она чуть было не попалась на уловки преступников. Я один раз чуть не вынесла деньги. Хорошо позвонила детям, а дети меня оказались дома, не в больнице. Все такое. Было такое, но потом я поумнела. Уже начала понимать, что это мошенники. И очень много названия по телефону, особенно по-домашнему. Приходится грубить даже им по телефону. В конце минувшей недели в Самарской области была объявлена операция под кодовым названием «Правопорядок». Сотрудники всех служб полиции вышли в масштабные профилактические рейды. Задача – обеспечение безопасности граждан, предотвращение и раскрытие уголовных и административных преступлений. В местах массового отдыха горожан сотрудники патрульно-постовой службы раздавали памятки с информацией о мошенниках. Мошенники обычно представляют сотрудниками банка, сообщают о выигрышах каких-то. К сожалению, получается так, что попадают в эту категорию люди престарелые, доверчивые, которые немного по-другому думают. В связи с этим постоянно мы работаем в этом направлении. Как правило, в дни масштабных профилактических рейдов на улицах города максимально увеличивается плотность нарядов госавтоинспекции. Сотрудники ГАИ проверяют документы, особое внимание обращают на водителей, управляющих автомобилями в нетрезвом виде. В связи с этим в рамках профилактических рейдов была также объявлена операция под условным названием «Контроль трезвости». Данное мероприятие также направлено на выявление лиц, которые будут не только управлять транспортным состоянием опьянения, а также могут находиться в наркотическом опьянении, в алкогольном опьянении. Также могут быть лишены права управления, либо, будучи лишенные права управления, сядут за руль лишенные права управления, либо в нетрезвом состоянии. За это уже предусмотрена уголовный кодекс, соответственно, уголовная ответственность. Только за один день проведения профилактического рейда на дорогах Самары, как правило, выявляется порядка 100 нарушений правил дорожного движения. Контроль за соблюдением ПДД и патрулирование улиц и парков города ведется в течение всего года. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.